Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом. И сосредоточимся на Александре Головине. Не так давно известный испанский футболист Нолито дал интервью российским СМИ, где в частности заявил, что самым перспективным игроком нашей страны он считает Головина и он рано или поздно должен перейти в большую топовую европейскую команду. Ну и в результате об этом интервью узнали в том числе и французские поклонники футбола и болельщики Монако. И на фоне всего этого у них разгорелась дискуссия о том, может ли Головин перейти в топ-клуб. Я зашел в Твиттер, Фейсбук и собрал здесь самые интересные комментарии, высказанные на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Эйден Перс написал, Единственный вариант, при котором Головин перейдет в топ-клуб, это если ПСЖ вдруг снова захочет ослабить конкурентов и выкупит одного из лидеров Монако. Других путей, чтобы попасть в большую команду, я у него не вижу. Но это, видимо, намек на те ситуации, когда ПСЖ выкупал Мбаппе, Курзава и других футболистов у Монако и иных конкурентов по чемпионату Франции. Хотя, на самом деле, здесь можно долго размышлять о том, что именно пытался сделать ПСЖ. Ослабить своих конкурентов или все-таки в первую очередь усилить свой собственный состав. Game Over написал, Головин пока что не готов. Ну, не готов, понятное дело, к переезду в топ-клуб. И здесь я могу пока что согласиться с данной постановкой вопроса. Головин еще сыроват. Ману Колумбиано. Пока что Головин не стал лидером даже для Монако. Слишком рано говорить о возможном переходе в топ-клуб. Хамес, Бернарду, Минди и прочие уезжали в большие команды готовыми звездами. Головин на подобный уровень пока что не вышел. Ну, касательно этих игроков, действительно, Монако продавал их, как уже готовых топ-футболистов. Сейчас Головин далек от подобного статуса. Кевин Матеос. В этом сезоне Головин действительно играет лучше. Что и неудивительно. Тогда у него была травма, адаптация к новой стороне и к новой команде. Было понятно, что он еще прибавит. Но я, если честно, ждал большего прогресса. Если он будет развиваться так же и дальше, то никогда не придет в команду уровня Реала или Барселоны. Ну, касательно прошлого сезона, там действительно Головин был не так хорош, как в этом. И хотелось бы отметить, что были объективные причины. Впрочем, касательно дальнейшего развития Головина, посмотрим. Мне кажется, что когда весь Монако придет в себя и когда команда выйдет из кризиса, то и Головин сможет лучше играть и лучше прогрессировать. Эзерти написал. Думаю, ПСЖ в ближайшее трансферное окно попробует подписать Головина и Челика. Ну, Челик – это правый защитник Лиля. Посмотрим, станут ли они подписывать этих игроков. Лориан Менто. Монако – это наивысшая точка для Головина. Заиграть в более именитой команде он просто не сможет. Нет ни нужного таланта, ни старания. Дауден Янг. Головин пока что нужен нам самим. А вот через лет пять, пускай ПСЖ заплатит за него 180 миллионов. Тогда, может быть, отдадим. Вы скажете, много? Так какие проблемы? У ПСЖ огромное количество денег. Они за Мбаппе в свое время отдали такую же сумму. Пускай отдадут и за Головина. Ну, прям скажем, Головин не такой перспективный футболист, как Келлен Мбаппе. При всем уважении к нашему игроку. Грегори Леон написал, «Головин пока даже не уровень Монако. И появился там только потому, что у клуба есть российский владелец. Потому, если он и окажется в топ-клубе, то это будет Челси». Ну, с намеком на Романа Абрамовича. Ну, а что думаете вы касательно перспектив Головина в больших европейских командах? Пишите об этом в комментариях. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, YouTube-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать мой канал, то оставьте комментарий, где будет больше пяти слов. Таким образом, вы поможете в продвижении данного видео в рекомендации. Всем еще раз удачи и всем пока.